Совсем как черепаха. Тай ци — это древнее китайское учение в энергиях ин и янь, баланс которых присутствует во всём во Вселенной. Тогда почему мне так плохо? У меня серьёзный стресс. И занятия не приносят удовольствия. А тут ещё бессонница. Черепашка, хотел бы я быть таким же беззаботным, как ты. Невероятно! Судя по твоему панцирю, тебе не меньше двухсот лет! Как у тебя это получается? Придётся забрать тебя с собой и провести исследование. Потрясающее создание. Займёмся экспериментом. Надо будет всё записать. Право-лево. Право-лево. О нет, я засыпаю на ходу. Черепашка! Неудивительно, что ты так долго живёшь. Ты всё так медленно делаешь, что кажется, что даже время течёт не так, когда на тебя смотришь. Погоди. А, вот оно что! Спасибо большое, черепаха! Ты только что раскрыла тайну долголетия! Так и иди. Главное, не переставай дышать. Если видишь опасность, ты сразу же прячешься в своём неприступном домике. Мудрая черепаха! Я запомню всё, что ты мне показала. Поешь, мудрая черепаха. Я нижайше прошу тебя пролить свет на то, как надо правильно есть. Давай, это вкусно. Я тебе обещаю. Попробуй. Ну же. Это не для тебя. Это для моей черепахи. Это был твой шанс. Твой последний шанс. А ну-ка, отдавай. Брось мясо. Кому говорю. Я тебе покажу. Бросай. Брось мясо. Мудрая черепаха. Как ты можешь так спокойно смотреть на то, как птица уволит у тебя еду? Это ещё один урок. Я понял. Надо быть спокойным и добрым. Это истинный путь к долгой и счастливой жизни. Какой чудесный день. Я думаю, я просто посижу и расслаблюсь. Прошло уже несколько недель. Мудрая черепаха, ты всё ещё отказываешься от моих угощений? Давай же, мудрая черепаха. Попробуй. Ну, маленький кусочек. Совсем маленький. Что скажешь? Мудрая черепаха, я не понимаю, что ты задумала. Ну, хоть намекни мне. Теперь понял. Ты очень разборчива в еде, потому что знаешь, как вредно для здоровья переедание. Поэтому ты предпочитаешь вообще не есть. Ведь так? Мудрая черепаха, я так признателен, что ты делишься своими знаниями. Я надеюсь, что смогу довести твои секреты долголетия до всех жителей города. Гром, ещё одну порцию острой лапши, пожалуйста. Две, пожалуйста. Понял. Приятного аппетита. Вот. Пожалуйста. Чародей. Я знал, что ты по нам скучаешь. Заходи, присаживайся. Я так и знал. Одна порция лапши с морепродуктами. Я пришёл сюда не есть. Я пришёл рассказать о секретах, которые раскрыла мне мудрая черепаха. Секреты долголетия черепахи? Какое странное имя. Чародей, чародей. Секреты долголетия? С каких это пор ты следишь советам черепахи? Во-первых, это непростая черепаха. Во-вторых, она ничего не говорила. Я просто за ней наблюдал. Понимаешь? Эту лапшу есть нельзя. Она слишком жирная. Я вижу, у вас проблемы с пищеварением. Вы знаете, почему черепаха так долго живёт? Почему все черепахи долгожительницы? Понятия не имею. Потому что она ест здоровую пищу. И всего один раз в неделю. Всего раз в неделю? Это же просто ужасно. Ладно, чародей. Иди в другое место с этими принципами. Но, Гром, ты плохо влияешь на наших клиентов. Гром, ты не прав. Я рассказываю им о здоровом образе жизни. Галоп Трэвел. Защитник наверняка поддержит идею здорового образа жизни. Ну что, джентльмены, выбрали что-нибудь? Лично я советую вам поехать на три дня в Долину Счастья. Или даже на неделю. А Галоп Трэвел гарантирует вам просто отличное путешествие. Начать можно отсюда. Или отсюда. Ну как? Идите домой и отдохните. Самый верный способ продлить жизнь, это как можно меньше двигаться. Идите, идите. Никаких путешествий. Чародей, а почему это ты командуешь? Успокойся, защитник. Не нервничай. Послушай-ка лучше, что я скажу. Нервное возбуждение вредит и телу, и уму. Какой острый. И горячий. Если вы хотите прожить долго, как черепаха, вы должны себя вести, как черепаха. Как черепаха, я не готов. Кажется, я не могу его переубедить. Ну ладно. Что-то я проголодался. Хорошо бы поесть. Так вкусно. Какого... Чародей, здесь не надо спать. Давай-ка выпей. Я налью тебе сидра. Нет, нет, странник. Я на строгой диете. На строгой диете? Вот оно в чём дело. Давай, чародей. По-моему, ты недоедаешь. Идём, я накормлю тебя. Нет, не надо. Чародей, у нас новое блюдо. Странник, странник. Я ем только раз в неделю, потому что я хочу прожить долго. Правда? А я не хочу жить долго. Как это? Кажется, в городе появился ещё один доктор. Вот он. Вы на него смотрите. Барсук-мастер иглотерапии. Может, вам сходить к нему на приём? Да, именно. Я собираюсь открыть клинику в этом городе. Что? Это моя практика. Вы не имеете права. Что за безумный козёл? Нет, не надо! Козёл, как ты себя чувствуешь? Чародей, ты меня слышишь? Чародей! Чародей! Он проснулся. Как ты себя чувствуешь? Мне кажется, он уморил себя голодом. Вы ничего не понимаете. Я следую советам мудрой черепахи, которая знает секреты долголетия. Но ты не хладнокровная черепаха. Ты козёл. Ты что, не понимаешь, что то, что хорошо для черепахи, плохо для тебя? Ты сам себе наносишь ужасный вред. Да, разумно. Господин Барсук, вы только что открыли мне глаза? А может, супчику из черепахи? Пожалуй. Мокрый тигр Смотрите, это гром! Мои движения становятся с каждым днём всё совершенней. Ух ты! Как здорово гром двигается! Он нас заметил! Не бойся, расслабься. А вот и малыши. Гром, а ты можешь научить нас делать сальто назад? Нет, не сейчас. Вы ещё слишком малы. И сделать это непросто. Но мы так хотим научиться. Мне надо заниматься. Это просто отговорка, Гром. Я же сказал, что вы ещё слишком малы для сальто. Я же вам добра желаю. Мне кажется, ты просто плохой учитель. Ты тюсяк! Да. Гром, ты должен вымыть посуду. Иду. Гром! Я уверена, ты ещё пожалеешь о том, что отказался нас учить. Какой чудесный день. Одеяло, наверное, уже высохло. Что это? Откуда здесь пятно? Неужели я не заметил? Ну вот. Нет, это невозможно. Совершенно невозможно. Самое время посушить одеяло на солнце. Вот именно. Гром, ну как высохло твоё одеяло? Не лезь не в своё дело. Вот так дела. Взрослый тигр и писается в постель. Ужас какой. Где же мне его спрятать? Там, наверное. Сюда оно не влезает. Куда же мне его засунуть? Знаю. Гром, ты что здесь делаешь? Практикую кунг-фу. С одеялом в руках? Опять от работы отлыниваешь. Весь следующий месяц будешь мыть туалет. Гром! И за что ты так любишь это одеяло? Я... Я... Не лезь не в своё дело. Оставьте меня в покое. Мне действительно нужно работать. А что это ты там прячешь? Никого нет. Самое время. Оставлю его здесь. Жалко, я буду по тебе скучать. Это же одеяло Грома. Как оно здесь оказалось? Он будет рад, что я его нашёл. Так хорошо, что я оставил там это проклятое одеяло. Гром! Гром! На обратном пути из магазина я нашёл на дороге твоё одеяло. Ты о чём вообще думаешь? Одеяло можно высушить и во дворе. Зачем оставлять его посреди дороги? Гром! Он меня даже не поблагодарил. Надо научить его хорошим манерам. Не надо было там его оставлять. Хорошо ещё, что облако ничего не заметил. А то бы мне досталось. Чего я не заметил? О чём это вам? Гром, ты как-то странно себя сегодня ведёшь. Гром, у тебя что, постель была мокрая? Нет, оставь меня в покое. Тебе надо сходить к врачу. Если ты писаешься по ночам, надо срочно обратиться к доктору. Хорошо. Чародей! Доктор Чародей! Облако гром! Кому из вас нужна моя помощь? Гром писается по ночам. Ты про Грома говоришь? Да. Про меня, доктор Чародей. Что со мной? Гром, не вешай носа. Такие вещи в твоём возрасте скорее всего происходят от переутомления. Это, скорее всего, временное явление. Тебе надо просто отдохнуть. Это легко. Гром, пошли. Я дам тебе возможность отдохнуть. Спасибо, доктор Чародей. До свидания. Берегите себя. Доктор Чародей! Как же меня бесит этот стол! Где моя тряпка? Гром, подожди, я сам. Да? Спасибо. Гром, подожди, да, я сам это сделаю. И посуду я тоже вымою сам. Ты иди отдохни. Иди, иди. Лучше я займусь кунг-фу. А то можно и форму потерять. Вот так. Надо много тренироваться. Много, много. Очень много. Дай мне метло. Я же велел тебе отдохнуть. Об уборке пока можешь забыть. Как жарко. Надо выпить чаю. Гром, не хочешь выпить чаю? Такая жара? Нет, спасибо. Я не хочу. А яблоко хочешь? Оно такое сладкое и сочное. Я не могу потреблять так много жидкости. Я боюсь, что это опять произойдет ночью. Пока я не выпил ни капли за весь день. Гром, я, кажется, знаю, как тебе помочь. Вода уходит из организма, когда ты потеешь. Главное, не останавливайся, Гром. А я пойду поработаю. Ну и денек. Как же я устал. Нет, это же... Это же твое дело. Ты? У тебя такие же проблемы? Может, мне тоже надо как следует отдохнуть? И что, мы закроем ресторан? Думаю, придется. Брат, тихо ты. Теперь они оба с ума сойдут. Ну, Гром-то это заслужил. В следующий раз подумает, прежде чем нам отказать. Какие же они глупые, эти Громы и Облако. Как ты думаешь, они не сообразят, что это обычный чай? Тихо, Брат, не кричи. Они могут нас услышать. Это возмутительно. Эти двое слишком много себе позволяют. Они чуть до смерти меня не напугали. Ну, ребята, вы за это заплатите. Бежим, Лу, скорее! Вы хотели, чтобы я вас научил. Ну, так я вас научу. Зодиаквей! Милый мой родной дом! Я вернулся! Эй, смотрите! Это же Эпсилы на своем воздушном шаре! Привет, ребята! Вы готовы к теплому приему? Нет! Вы оскорбляете меня в лучших чувствах. Маска, капкан, я вернулся! Господин мэр, с возвращением! Как путешествие? Прекрасно! Идите, посмотрите, что я привез с острова Крок. Это остров, который кишит крокодилами? Это подарок короля крокодилов. Королевский подарок? Да! Ух ты! Зубная паста! Зубная паста? Вот именно! Если вы будете чистить зубы пастой с острова Крок, у вас будут белые блестящие зубы. Прямо как у меня! Как глава этого города, я обязан беспокоиться о здоровье его жителей. Я расскажу им про пасту с острова Крок и объясню, как надо ухаживать за зубами. Вы понимаете, о чём я? Ладно, мне пора. Пока! Расскажет про зубную пасту? Эпсилон вернулся с острова Крок? Надеюсь, что культура этого острова благотворно на него повлияла. Идём. Жители города Зодиаквей, подходите скорее. Идите сюда. Это зубная паста. У меня её много. Хватит на всех. Вот, берите. Интересно, а зачем она нужна? Лапша, лапша. Свежая, горячая, домашняя лапша. Зубная паста с острова Крок. Домашняя лапша. Облако. Облако. Как дела? Хорошо. Рад, что ты вернулся. Вот, зубная паста с острова Крок. Крок? Паста? Да, с вкусом тропических фруктов. Каких точно, правда, не знаю. Эпсилон. Художник? Вот, возьми. Это подарок короля острова Крок. Зубная паста. Я понимаю, зубов у тебя нет, но всё равно. Я о таких вещах слышал. Может, мне это для клюва пригодится? Или, может, это можно использовать как краску? Вкус тропических фруктов. Экзотический соус. Прекрасно. Это будет новый соус для моей лапши. Так, что у нас тут? Надо попробовать. Да, пахнет вкусно. Мои картины будут пахнуть тропиками. Что? Это похоже на голубиный помёт. Ну вот. Меня, кажется, неправильно поняли. Я должен объяснить, что это не еда и не краска. Это зубная паста! Зубная паста! С острова Крок! Этим чистят зубы! Остров Крок? Зубная паста? Вот именно. Это зубная паста. Антибактериальная. Ваши зубы будут белые и презентабельные. Презентабельные? Это что, крем для лица? Это то, что мне нужно. Дай мне тюбик. Держи. Антибактериальная. Значит, это от грузунов. Мне тоже нужно. Эпсилон, пожалуйста, дай мне одну. Хорошо, Гром. Посмотрим, хороша ли она. Хороший крем. Немного пощипывает, но это ничего. И на вкус приятный. Она отпугнёт термитов от моих нунчак. Отличная вещь. Это зубная паста Эпсилона. Ой, тень, Гром, стойте! Что вы делаете? Что такое? Она такая освежающая. И запах приятнее, чем у пестицидов. Это же зубная паста. Крокодилы чистят ею свои зубы. Надо было показать им, как ею пользоваться. Смотрите, это зубная щётка. На неё надо выдавить пасту и чистить зубы. Вот так. А, так вот для чего она нужна. Вы поняли? Щётка вычищает кусочки пищи между зубами. А паста убивает все бактерии. Вместе они спасают и чистят зубы. Теперь поняли? Честно говоря, не очень. Так и не поняли. Может, зубная паста в этом городе вообще не приживётся. Мне кажется, пахнет мятой. Угу. Ух ты! Надо и мне попробовать. Шалун, если тебе нужна зубная паста, просто попроси, я тебе дам. На самом деле, именно этот тюбик собственноручно вручил мне король Крок. Если хочешь, Шалун, можешь выбрать любой другой. Я не люблю долго выбирать. Мне вот этот понравился, я его возьму. Отказался бы ты от этой идеи, Эпсилон. Всё равно меня тебе не переплюнуть. Какая прелесть. Вкуснее, чем мороженое. Мне нравится. Шалун, ах ты грязная крыса. Ты просто испортил тюбик. Да как ты смеешь? Что такое? Как-то мне нехорошо. Мне хочется что-нибудь срочно поживать. Шалун, нам надо поговорить. Шалун, ты делаешь грубейшую ошибку. Эпсилон уже должен вернуться с обеда. Думаю, день у него выдался непростой. Давай подождём ещё. Какое странное ощущение во рту. Я с ума схожу от этого мятного мороженого. Надо срочно чем-нибудь это заесть. Шалун, тебе помочь? Шалун, объясни, что случилось. У меня во рту щиплет. А, еда! Орехи! Он съест все орехи. Шалун! Эпсилон? Шалун, как ты посмел украсть мой тюбик? Где он, Шалун? Шалун, ты где? А, грецкие орехи. И лимоны. И лёд! Вот так. Теперь у меня точно нигде ничего не щиплет. Эпсилон, он разгрызал их с такой лёгкостью, как будто это хлеб. Он? Кстати, я действительно почувствовал, что зубы у меня стали лучше. Да? Может, это из-за пасты, которую он проглотил? Мне кажется, я могу разгрызть самый твёрдый орех на земле. Вот так? Теперь все поймут, какая замечательная вещь – это зубная паста! Эпсилон? Куда он? Жители города! Здоровые зубы – это долгая жизнь. И помните, чистить зубы надо два раза в день. Послушай, инструкцию по использованию зубной пасты. Зубы чистить будем часто. Будет наша жизнь прекрасна! Ваши зубы станут как у крокодила, если вы будете чистить их каждый день зубной пастой. Да, ага. Ему заплатили производители зубной пасты. Бесславное трио Я путешествовал по этой великой стране и повсюду вселял страх в сердца людей. Я был в лучших ресторанах мира и нигде не платил по счёту. Мы самые настоящие. Бандиты и налётчики! Я слышал, что в этом городе живут очень хорошие и добрые люди. Или как мы называем их на нашем профессиональном языке – простаки. Я уверен, они будут трепетать, как только нас увидят. Вперёд! Эй, ребята, меня подождите! Чрезвычайная ситуация! Чрезвычайная ситуация! Послушайте! Жители города, у меня для вас очень важные сообщения. Я надеюсь, что это не очередной тухлый строительный проект. Надеюсь, что нет. Скоро узнаем, что это. А что случилось? Послушайте, у меня появилась гениальная идея застройки! Я так и знал. Подождите! Как вы знаете, я готов перестроить практически всё на свете! Прорыть тоннели вместо дорог! Распилить мельницу на дрова! Превратить наш городской мост в водяную горку! Я хочу услышать ваше мнение! Извини, у меня полно дел. А на мне сегодня весь магазин. Я пошёл домой. Стойте! Не уходите! Расскажите, по крайней мере, что вы об этом думаете! Отпусти! Отпусти меня! У меня полно работы в ресторане. Господин Барсук! Не уходите! Чего тебе? Отстань! Вы забыли, что я в этом городе главный? Ну да, об этом забудешь. Это был не самый удачный план. Я это признаю. Подождите немного. Я придумаю такое, что весь город содрогнётся. Вы увидите! Смотрите, ребята! Мне кажется, что этот простачок то, что нужно. И друзей у него, мне кажется, нет. Так что пойдём себе свидетелей. Посмотрите, какой он худенький и несчастный. Я думаю, мы легко справимся. Ну, хоть кто-то заинтересовался. Значит, не такие уж плохие идеи я пропагандировал. Эй, вы кто такие? Что... Что вам нужно? Что вы хотите? Золото, серебро, всё, что у вас найдётся. Давай сюда, быстро! Если надумаешь бежать, то это будет твоей последней мыслью. Вы что, банда? Да. Мы знаменитые бандиты и налётчики. А, бандиты! Помогите! Спасите главу города! Он убегает. Отпустите меня! Не трогайте меня! Что вы собираетесь со мной сделать? Что здесь написано? Я ничего не понимаю. Ты держишь вверх ногами. Это же мэр города Эпсилон. Мэр города? Да. Я глава города Зодиаквей. Если вы хоть немного соображаете, то отпустите меня. Вы слышали? Тебя только что повыслили. Ты заложник. Если мы заполучили тебя, значит, мы можем требовать от города всё, что захотим. Помогите! Кто-нибудь, спасите! Замолчи, а не то получишь вот это! Ваша лапша. Суп просто великолепный. Гром, ты был на собрании? Эпсилон опять придумал какой-то дурацкий план застройки. Там большой список. Я там был. Я ещё помню, как он превратил ресторан в лабиринт. Один клиент целый день не мог найти выход. Да, у него ни одного толкового плана не было. Иногда мне кажется, что он придумывает это в пьяном виде. Эпсилон! Грабёж ресторана! Ограбление банка! Мародёрство! Бандиты и мародёры! Это ограбление. Давайте деньги. Денег нет? Тогда давайте лапшу. Что? Да как вы смеете игнорировать наши требования? Давайте покажем им, на что поспособны. Собочка, держи. Очень умно, тигр. Один ноль. А что дальше? Тигр, говорят, ты очень грозно рычишь. А как тебе вот это? Эта киска действительно страшная. Быстро, деньги на стол. Или я сверну вам шеи. Убирайтесь отсюда. А своими угрозами пугайтесь слабоко. Вас не волнует судьба вашего мэра? Мы его не пощадим. Деньги или кошка из теста. Или куриные крылышки. И побыстрее. Отдавайте всё, что есть. Или за вас заплатит ваш мэр. Ты нас слышал, тигр? Я же сказал, убирайтесь. Вы готовы отдать его нам на съедение? Эпсилон может сам о себе позаботиться. Стоять! Я хочу есть. Может, просто заплатим и поедим? Дурацкое предложение. Просто унизительное для настоящего бандита. Мы бесплатно берём всё, что нам нравится. Пошли, ребята! Вперёд, бандиты и налётчики! Вперёд! Внутри никого нет. А ну, плати! Какой кошмар! Я берегла эту бутылку для особых случаев, а ты её выпил всю до дна! Погоди, погоди, тень. Я думал, это самая обычная бутылка. Я же не знал, что она особая. Странник! Господа, сегодня ресторан закрыт. Убирайтесь, если не хотите, чтобы я вас пришибла! Погодите, это ограбление. Да, это ограбление. Выкладывайте золото, серебро и можно медь. Отдавайте всё, что есть. Мне что, повторить? Какая страшная! Эпсилон, ты что, водишься с бандитами? Я... Я... Мне кажется, тень разошлась не на шутку. Меня похитили. Они там дерутся! Помогите! Ваш мэр в беде! Помогите! Меня похитили ужасные бандиты! Помогите! Кто-нибудь! Смотрите, какая прикольная собачка. Кто это сказал? Я не прикольный. Я страшный. Мы бандиты. Мы бандиты и нарётчики. Выкладывайте золото и серебро. Если вы не выполните наши требования к завтрашнему утру, больше вы вашего драгоценного мэра никогда не увидите. А теперь выкладывайте своё добро. Они не воспринимают нас всерьёз. Может, мы не того заложника взяли? Я хочу есть. Что это за звук? Они на нас напали? Ура! Ура! Заберите его и больше не пускайте его в наш город! Заберите дракона! Заберите его! Сделайте нам одолжение! Мы дадим всё, что захотите. Только сделайте так, чтобы он исчез. Любишь яблоки? Затащите его в самый дальний уголок планеты, так, чтобы он уже никогда не нашёл пути назад. Эти горожане просто сошли с ума! Спасибо вам, господа! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok